В России начала действовать программа по благоустройству городской среды. Только в этом году в порядок приведут 20 тысяч дворов, будут созданы десятки новых зон отдыха. О том, как изменятся российские города, какую роль будут играть жители в формировании комфортной среды, обсудили на Всероссийском форуме «Городская среда» с участием председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. На форуме побывала и делегация Славянского района. Тему продолжит Анна Монастыренко. Краснодар – выставочный комплекс «Экспоград-Юг». Именно здесь в течение всего дня представители со всех регионов нашей страны обсуждали стратегию развития российских городов и создания в них благоприятной среды. То, как будут выглядеть городские парки и скверы, спортивные площадки, можно было увидеть в холле конгресс-комплекса. Здесь были представлены образцы самых разных форм благоустройства, начиная от лавочек и заканчивая велопарковками и спортивными тренажерами. Для того, чтобы обсудить, какой должна быть комфортная городская среда, на что в первую очередь необходимо обращать внимание, занимаясь вопросами благоустройства, участники форума, а их было свыше тысячи человек, обсудили на четырех дискуссионных площадках. В рамках заседания делегаты обменивались мнениями, делились опытом и своими наработками, приводили успешные примеры модернизации городского пространства, озвучивали существующие проблемы. Мне кажется, мы сегодня присутствуем на очень важном событии, и это событие объединяет абсолютно всех. Несмотря на то, кем мы являемся, спортивными, беспортивными, чиновниками, профессионалами, мы все, в любом случае, горожане. И мне кажется, что разговор о городской среде, только начавшийся всерьез, имеет очень большую перспективу, очень большую важность. И я очень надеюсь на то, что сегодняшний форум пройдет неформально и будет иметь серьезные, интересные последствия. Очень надеюсь на соучастие всех и благодарю тем, кто этот форум организовал. Инициированный «Единой Россией» федеральный проект «Городская среда» реализуется уже полгода. Он предусматривает активное участие жителей в определении вариантов изменения общественных пространств, дворовых территорий, скверов и парков. На данный момент субсидии – 42 миллиарда рублей – получили почти 1700 городов. Две трети финансирования пойдут на обустройство дворов, в том числе и в Славянском районе. «Комфортная городская среда – это не только благоустройство. То есть комфортная городская среда – это ряд критериев, которые нужно использовать непосредственно. Это объемно-планировочные решения тех домов, которые мы строим. Это проезды, проходы, тротуары. Это ширина улиц. Это удобство. Это безопасность. Это пешеходные переходы. То есть буквально все – парки, скверы, зоны отдыха, детские площадки – это буквально все, что необходимо сегодня нашим жителям. Ну и, соответственно, вот вы знаете, что работает программа, которая сегодня применяется у нас в Славянском районе. Мы сегодня пять дворовых территорий в нашем городе будем комплексно решать. И одна дворовая территория непосредственно в Кожевском, в Семьском поселении, плюс зона общего пользования – это наша лесная прогулка, где мы хотим комплексно подойти к этому всему, с обсуждением непосредственно этих проектов с нашими жителями, потому что хочется, как говорим, попасть в десяточку, хочется решить эти проблемы, учитывая буквально все пожелания. О том, что именно горожане должны решать, какими они хотят видеть свои дворы и улицы, а власть должна слышать мнение людей, не раз подчеркивалось и на пленарном заседании, в работе которого принял участие председатель партии «Единая Россия» премьер-министр Дмитрий Медведев. Благоустройство городской среды будет идти под общественным контролем, о чем тоже коллеги говорили. Действительно, наши люди, граждане нашей страны хотят быть причастны к переменам, которые происходят в их городе, когда человек чувствует себя не гостем на той территории, где живет, а настоящим хозяином. И для этого нужно давать и самые широкие возможности. Мы предложили им помощь, обещав поддержать их инициативу, устроить те дворы и парки, которые они сами выберут. Здесь, конечно, ни в коем случае нельзя допускать перегибов. Все-таки основной вклад должно на себя взять государство и, в случае необходимости, бизнес, создавая государство частное партнерство. Вклад же людей, которые живут на конкретной территории, должен быть очень разумным. Если хотите, он должен быть минимально необходимым. Просто для того, чтобы мы не чувствовали себя хозяевами на территории. В противном случае мы просто отпугнем наших жителей, наших горожан. Они подумали, что государство решило переложить на них все тяготы благоустройства дворов. Это допустить ни в коем случае нельзя. Я не обращаюсь к руководителям субъектов федерации. Нужно установить такие пропорции, которые будут абсолютно сбалансированы, способными, которые будут стимулировать привлечение граждан к этой работе или деньгами, или трудовой части. Сегодня в городах проживает более 70% населения страны. И главная цель проекта – не просто построить квадратные метры, а создать жилье в комфортной современной среде, отвечающей условиям и подходам 21 века. Именно поэтому проект по формированию комфортной городской среды является важной частью стратегии пространственного развития, которая не должна ограничиваться одним годом. Средства на государственную поддержку и благоустройство городской среды должны быть предусмотрены в трехлетнем бюджете, подчеркнул Дмитрий Медведев. Нужна долгосрочная государственная поддержка. Я с этим полностью согласен. Тем более, что проект по благоустройству у нас развивается на территории всей страны. Только в этом году он напрямую затронет население около 85 миллионов человек. Это значит, что уже к концу текущего года должны быть благоустроены десятки тысяч дворов. Появятся, конечно, и будут приведены в порядок уже действующие городские парки, ремонтироваться будут на территории общественного пользования. Я напомню, что на эти цены в текущем году предусмотрено более 25 миллиардов рублей. И еще более 16 миллиардов рублей должны поступить из региональных бюджетов. То есть это более 40 миллиардов рублей. По итогам форума была принята резолюция, в которую вошли основные направления работы по реализации проекта «Городская среда» с учетом внесенных предложений и замечаний участников конференции. Проект рассчитан до 2025 года. И уже до конца этого года в регионах благоустроят более 22 тысяч объектов городской среды. Завершая встречу, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев еще раз обратил внимание присутствующих на необходимость советоваться по всем вопросам с жителями. Процитировав слова известного архитектора Гауди. Гауди сказал, что останутся надолго только те, кто трогает сердца. Если решить что-то сделать, давайте будем советоваться с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации. И тогда мы не ошибемся в принимаемых решениях. Спасибо. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александр Тимовская. Программа «События». Уберённый работа Гауди и для СоборEh disorder. Поreh Mik bar Водку Га confirms это. Ну да, кстати он не говорит, но и Alzheimer такое управление. Nazo Дмитрий Калин. Это будет плачет интерг房а.